Представители знака Зодиака Козирог. Козироги мои дорогие, здравствуйте! Второй прогноз – гороскоп неделя с 11 по 17 сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами любой прогноз, это лишь карты. Но я так надеюсь, какой-то инсайт вы получите. Ну и, конечно, мы проведем с вами приятное время. Вместе поразмышляем, попредполагаем. И, допустим, альтернативные варианты развития событий. И тогда точно какой-то инсайт все равно сформируется. Конечно, у каждого свой, сообразно той или ситуации, или какой-то обстановке, в которой вы находитесь. И первый вопрос. Разложим карты. И первая карта у нас будет, что важно знать. То есть, ну, есть какая-то, как, может быть, квинтэссенция всей этой недели. Или ваше настроение на неделю, или что важно знать одним словом для вас, мои дорогие козероги. Ну, вот так у нас выпадает паш мечей. У кого-то это, может, вопросы, связанные с детьми. Может быть, отчасти с внуками. Или с детьми даже подросшими. Может быть, мы что-то изучаем. Или к нам приходит новость. Есть, может быть, и события для кого-то из вас, которому надо разобраться, найти дополнительную информацию. Мы можем, словно, искать какую-то истину. Что-то, может быть, нам кажется, что скрыто или в каком-то вопросе, но недостаточно мы чего-то знаем или изучили. А также может проигрываться энергетика этой карты. Все-таки у нас мечи. Хладнокровие где-то, выдержка. Работа, как и интеллекта. Отчасти, может быть, и интуиция. Потому что иногда по этой карте, если мы говорим новость, то какая-то внезапная новость может прийти на ваш порог, и она заставит вас что-то переосмыслить или обдумать. Давайте мы достанем карту. Неожиданности или чего не избежать? Карта-звезда. Карта-звезда – это выбор правильного направления. Всего две карты. Одна – Солнце, и она показывает как бы ваше направление в течение нескольких месяцев. А карта-звезда – это лет на 10-20. Вот, наверное, как по Плутону. Вполне вероятно, какая-то, видимо, как и новость может быть. Или какое-то событие, мои дорогие козероги. Будьте на всякий случай внимательны на этой неделе. То, что может выглядеть незначительным для вас, мои дорогие, может означать какой-то прогресс на длительный период времени. Ведь по карте-звезда у нас как раз то состояние, когда мы достигаем того качества жизни, которое мы себе запланировали. Или мы осуществляем тот проект, который мы бы хотели. Какая-то мечта наша исполняется. Это такая карта своеобразная, которая предполагает очень длительный период времени. И поэтому что-то очень важное, и даже если поначалу это выглядит как-то непонятно, криво, может вполне означать какой-то последующий успех. Безусловно, еще по карте-звезда проходит у нас, может быть, как общение с людьми на расстоянии. Или рядом у нас паш-мечей, общение в интернет. Или работа, связанная с интернетом по карте-звезда, тоже может проиграться. Есть какой-то момент, как удаленной работой, я имею в виду, может быть, из дома. И кто-то будет решать из вас вопрос о смене именно профессиональной либо деятельности, либо уход в самостоятельное словно плавание. Или работа на самого себя со своими какими-то перспективами. Также карта-звезда еще может говорить о том, что, увы, тот или иной вопрос не может быть решен на этой неделе, а как будто растягивается по времени. А вот проанализировать ту или иную информацию по пажу-мечей нам как будто определенно стоит. Давайте мы узнаем, достанем такую карту, чему сейчас не время или что нам может помешать. Мои дорогие козероги, что нам скажут карты, как они это видят. Карта-бланка. Здесь у каждого своя какая-то ситуация. Когда выпадает карта-бланка, нет единой общей информации. И я так больше склоняюсь к тому, что нам ничто помешать не может. Разве что часто проигрывается именно по карте-бланка. Какая-то бытовая ситуация или то, что касается лично вас. Может быть, вашей семьи, вашего дома или отчасти личной жизни. Ну, есть какая-то составляющая. Она незначительна. Нет чего-то глобального. Ну, разве что какие-то мелкие помехи могут быть. Давайте тогда спросим, а что нам будет помогать. Что для нас будет в плюс. А вот какая-то ситуация у нас заканчивается. Это точно. И, видимо, появляются новые перспективы. Какая-то история, может быть, со знаком минус, которая тянулась длительное время и вызывала у вас либо отрицательные эмоции, либо все время приходилось держать руку на пульсе, быть в каком-то напряжении. И словно делить надвое, да, понимать, что информация приходит, но верить я ей не могу. Было нечто такое в вашей жизни, что вас разочаровало. И, скорее всего, есть обстоятельства на этой неделе, как будто Вселенная нам помогает подвести какой-то знаменатель. Что-то может завершаться. И когда выпадает тринадцатый старший аркан, тем более это выпадает вам как будто в позиции, что мне помогает, значит, дважды что-то завершается. И это как, знаете, жизнь с чистого листа. Или когда вы с учетом аркана, звезда, когда вы сами режиссер по следующим своим событиям. Поэтому, может быть, карта и звезда нам говорит, ты должен немножко видеть, ну, как-то так, на продолжительный период времени. Или поставить перед собой какие-то больше возвышенные задачи. Или, может быть, вспомнить какую-то мечту или намерение, цель, то, что вы хотели осуществить, но не получалось из-за каких-то особенностей. Может быть, обстоятельств, которые вокруг вас. Или обстановки. Или еще какой-то причины. А здесь как будто самое время вспомнить себя, вспомнить свою мечту. Вспомнить о том, что бы я хотел для себя осуществить. Или вообще, какой жизни я для себя хочу. Потому что по аркану 13-му трансформации как раз нам говорят о том, что мы ведь свободны. Нет какого-то сдерживающего мотива или каких-то сдерживающих условий. Но нам в то же время говорят, нет как будто помех, но рассчитывать мы должны сами на себя. Какая-то история больше у вас не повторится. Мы можем сами где-то услышать новость и провести вот этот самый знаменатель или нам где-то захочется. Может быть, это сопряжено еще с каким-то длительным периодом ограничений, когда мы что-то не могли осуществить. А здесь как раз приходят либо изменения, либо перемены в обстановке вокруг вас, когда перед вами словно зеленый свет. Но ускоряться все же не следует. По 13-му аркану искусство мелких шагов. Ведь хорошо это проигрывается в значении трансформации. И аллегория, я обычно привожу этот пример, когда мы садим зернышко в землю. И если вот это маленькое зернышко внутри, где-то там росток. Первым делом, чтобы росток пробился к солнцу, нужно, чтобы оболочка, вот этот панцирь, была разрушена. Поэтому, с одной стороны, это где-то может быть для нас дискомфортно, как ни крути. Потому что меняется какая-то обстановка вокруг вас. Вот это и есть эта трансформация. А в последующем эта трансформация происходит для того, чтобы какие-то барьеры, они были разрушены, и какая-то пелена словно спала. И мы продолжили путь. Но путь-то мы продолжим как бы в одиночку. И поэтому про искусство мелких шагов еще раз напоминаю. Мы словно будем исследовать непознанную землю без карты или проделаем словно путь, знаете, как в сумерках, в темноте. Чего-то мы можем не видеть, но идти вперед как будто нужно. И поэтому риск мы должны, к примеру, исключить, нам это будет помогать. Допустить, что я сейчас отстраиваю какой-то новый опыт, нам тоже это будет помогать. Когда мы надеемся сами на себя, мы тоже это вот значение, нам это помогает. Когда у нас нет никаких иллюзий, и где-то это тоже нам все будет помогать. Давайте мы достанем карту, что от меня скрыто. От вас, мои дорогие козероги, что может быть скрыто на неделе. Хочу достать вот эту карту. Это ваша карта. Нет тут чего-то скрытого. Единственный момент. Рядом у нас 13-й старший аркан, и мы говорим, сумерки темноваты, непонятно. А что скрыто? Ваше благополучие, новое качество жизни. Королева Пентакли – это та, которая создала себя сама. И вот в этом значении карта трансформации как раз проигрывается дважды. Какое-то свое намерение и цель, как по карте звезда. Вы можете, как эта неделя, отправная точка отсчета вашей какой-то новой. Может быть, реальности. Может быть, словно судьбы, мои дорогие козероги, что-то ведь заканчивается. И правда, новый опыт вы отстраиваете. Новый может быть статус в обществе. Новое положение в обществе. Окружение ваше тоже может меняться, трансформироваться. Люди другие, как будто ваши задачи, тоже могут поменяться. Или интерес, сфера интересов. Может быть и так. И у кого-то будет проигрываться смена работы именно потому, что мне на прежнем месте как-то нудно, скучно, грустно. Я не вижу реализации. Или я не вижу какого-то материального прогресса. Но так или иначе вы не можете, или точнее вы можете не видеть пока, если вскрыто, да, каких-то собственных возможностей. Так и материального благополучия, так и самореализации. У кого-то это может проиграться, знаете, достаточно успешный период жизни, когда и по карте Королевы Пентакли как раз это проигрывается. Это та, которая из хаоса создает порядок. Вот вы можете не видеть какого-то порядка, а видеть пока еще словно хаос. Но вы его вполне можете отстроить, причем с хорошим плюсом, когда на последующий период жизни, вот как и по Аркану Звезда, это новое совершенно качество, как наших собственных планов, как нашей реализации, наших каких-то ощущений, уверенности, надежности в завтрашнем дне. Вот совершенно новая реальность и с новыми успехами. Давайте мы узнаем, дела, работа, бизнес на этой неделе, какова энергетика по этим вопросам. И у нас еще Королева Жезлов. Вот две королевы. Не так много, но я тем не менее вам скажу. Вы можете быть, мои дорогие козероги, в центре внимания. Люди будут словно наблюдать за вами. Отчасти могут и сплетничать. Есть и такое. Поэтому не рассказывайте о себе слишком много. И даже если о вас кто-то что-то расспрашивает, и подвоха вы вроде бы не чувствуете, но тем не менее, выпадает у нас Королева Жезлов. И это, кстати, та персона, которая, с одной стороны, с ней хочется дружить, но у нее энергетика такова, что вы о ней никогда не узнаете больше, чем она вам этого позволит. Она умеет хранить тайны как и чужие, так и свои. Мы можем столкнуться конкретно с человеком, который рожден под знаком зодиака, стихии огня, овен, лев, стрелец или имеет там асцендент. Или тот человек, повторюсь, который словно магнит, мы хотим что-то рассказать, или чем-то поделиться. А по идее это не нужно, потому что вот эту информацию, которая поступает Королеве Жезлов, она умеет очень правильно как бы распределить, или проанализировать, и на благо себе самой как-то употребить. Поэтому я бы сказала, все, что касается какой-то вашей идеи или ваших намерений, определенно следует, ну, держать при себе. Помните, наверное, мои дорогие козероги, что удача и счастье любят тишину. И успех, понятно, тоже. Поэтому строить планы на будущее или воспользоваться каким-то моментом, принять какие-то новые обстоятельства жизни и возможности стоит точно. Потому что Королева Жезлов, которая у вас выпала на деловую сферу, как раз и удачливо. Дела, работа, бизнес и деньги. Но о себе много не рассказывать, и это будет плюс. Давайте мы узнаем, что у нас будет по финансам. Двойка Жезлов. Я не могу сказать, что карта говорит напрямую, мы получим деньги на этой неделе. Хотя что нам скрыто выпадает Королева Пентакли, деньги как будто будут. Нет каких-то вопросов денежных, финансовых, скажем, неразрешимых. Или у нас, может быть, две работы до этого времени, может быть, уже было. Или вам на этой неделе придется словно в двух направлениях двигаться. А это для кого-то еще может быть важное решение, когда мы должны принять. Если, допустим, вы работали на двух работах, или было два направления деятельности, мы можем принять, что настало время выбрать что-то одно. Может быть, с другой стороны, решая какие-то финансовые вопросы, нам придется словно сидеть на двух стульях, быть где-то ловким манипулятором, мои дорогие козероги, где-то учтиво, участливо, по крайней мере, делать такой вид, как будто и вашим, и нашим. Потому что разобраться с чем-то окончательно сейчас невозможно. Тринадцатый старший аркан. И мы сказали с вами, темновато пока. Как разовьются события в дальнейшем, мы не видим. Нам приходится отстраивать новый опыт. Но уже по двойке жезлов, это, знаете, карта вдохновения отчасти, это когда мы чем-то занимаемся, и мы воодушевлены. Мы как будто представляем уже свой успех, и наверняка знаем, в каком направлении нам нужно двигаться. И для вас, я могу предположить, на этой неделе будет понятно, может быть, не случайно, еще и у нас карта звезда, какое же будущее я хочу построить, каким образом я хочу зарабатывать деньги, какой проект для меня будет более прибыльным, или в какой области я себя могу наиболее реализовать, в последующем тоже какой-то материальный успех, чтобы меня ожидал. Но больше на какую-то перспективу могут быть вопросы в течение этой недели. Хотя, если и придется где-то лавировать между разными направлениями, между разными людьми, или между разной работой, значит, на этой неделе для кого-то из вас это надо принять как данность. Есть какая-то еще пока неопределенность. И, в принципе, это понятно с 13-м старшим арканом. Но это временно, это не будет надолго. Давайте мы узнаем, что у нас в личной жизни. Ну вот вам двойка жезлов и туз жезлов. Определенно есть какая-то ясность, по крайней мере, это будет касаться вопросов либо ваших чисто любивых замыслов, ваших планов на будущее по работе. Но чаще, когда выпадает туз жезлов, это есть в чем-то определенность. Может быть, вас к этой определенности подтолкнет какое-то событие или информация. У нас с этого все началось. С чем-то у вас прояснится обстановка, это точно. С чем-то еще останутся вопросы, когда я не могу пока просчитать на несколько шагов вперед. Но если мы говорим про личную жизнь, туз жезлов может означать еще для вас, когда, знаете, как приходит какая-то новость, и вы должны куда-то, может быть, отправиться. Или переключит вас, может быть, в личной жизни на какую-то реальность или какая-то тема, словно будет проиграна более активно, и она будет касаться, может быть, ваших родственников или кого-то из ваших близких. И вам придется в чем-то принимать участие. Хотя для большинства, я бы сказала, все-таки жезлы. И где-то проигрывается, как его величество случай и какая-то возможность. И что-то мы не должны упустить. Есть то, что радует вас на этой неделе, потому что часто туз жезлов, знаете, это как карта шанса. То есть вот как будто и в большинстве колод, если вы помните, нарисован туз жезлов, как рука протягивает сквозь облака нам этот жезл и говорит, возьми. И брать надо, с чем-то соглашаться надо. Чего-то мы не должны упустить. И карты-то нам говорят, как раз опять же, возвращаясь к ракану звезда, чего не избежать. Какая-то перспектива для нас словно может выразиться в каком-то дебюте на неделе. И наша задача – это увидеть. Хотя, чему сейчас не время, мы сказали, много каких-то семейных или бытовых вопросов, которые нас где-то могут так дергать, отвлекать или не давать возможности развернуться с полной силой или по времени что-то распланировать. Потому что, может быть, какие-то обязанности, может быть, еще какие-то дела семейные, личные, ну, какие угодно. Обстановка как будто меняется. И что нам пока не видно? Королева Пентакли. Мы создаем какой-то порядок из пока тысячи, может быть, неопределенностей. Поэтому с чем большим количеством людей, может быть, мы провзаимодействуем, чем больше информации через себя проанализируем, пропустим, для нас более будут очевидны перспективы на дальний период. И этому надо уделить внимание, потому что карта звезда – это где-то карта вашей самореализации. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы и любимы всегда.